Добрый день! Сегодня я хочу предложить Вашему вниманию конкурсный рецепт. Мне его прислала Лидия Сенник. По составу ингредиентов это блюдо обещает быть вкусным, праздничным и красивым. Для приготовления этого блюда нам нужно сделать подготовительную работу. Сейчас мы отвариваем картофель с добавлением соли. Картофель почистите, порежьте произвольными кусочками, добавьте щепотку соли и поставьте на огонь его. Готовим до готовности. Далее нам нужна кастрюля. В кастрюлю я выливаю стакан молока. Молоко доводим до кипения. Как только молоко закипит, опускаем в филе рыбы. Лидия рекомендует готовить это из рыбы хек. Но я думаю, что можем использовать ту рыбу, которая у нас есть в наличии. Я использую морскую рыбу с ваей. На медленном огне готовим рыбу до готовности 10 минут. Но так как рыба у меня тонкая в филе, я буду готовить 5 минут. Вы должны сориентироваться по толщине вашей рыбы. Рыба закипает. Сейчас я перевожу на средний огонь и готовлю ориентировочно 5 минут. Для приготовления этого блюда я использую шпинат. Но также шпинат можно заменить зеленым горошком, замороженным. Шпинат нужно измельчить мелко, чтобы когда он был готовый, он не тянулся. Измельченный шпинат я высыпаю в сковороду. Добавляю сюда 2 столовые ложки воды и потушу его 2 минуты, чтобы он стал мягким. В отваренный картофель я добавляю масло и сделаем картофельное пюре. Добавляю сюда приготовленный шпинат и соединяю с картофелем. Попробуйте начинку, она должна быть хорошо посоленная. Все-таки это рыбное блюдо. Готовую рыбу я измельчаю. В разогретую сковороду с добавлением оливкового масла я высыпаю морковь и лук. Морковь и лук порезать желательно кубиком. Приготовим овощи на медленном огне до мягкости. Поджаривать их не нужно. Овощи приготовились. Добавляю к овощам муку и перемешиваю с мукой. Добавляю сюда молоко, в котором готовилась рыба. Чайную ложку горчицы. Добавляем немного соли. Перекладываю сюда рыбу. Выжимаю немного лимонного сока. Чайную ложку. И тертый сыр. В оригинальном рецепте голландский сыр. Я использовала сыр моцареллу. Перемешиваем. И отключаем плиту. Если у вас форма круглая, то Лидия рекомендует использовать диаметр 24. У меня форма овальная. Смазываем форму. И в форму я выкладываю рыбную начинку. Сверху я выкладываю пюре со шпинатом. И распределяем равномерно. Сейчас нужно взять чайную ложку и сделаем чешую. Вот так выглядит рыба у нас в форме. Сейчас я отправляю в духовку на 30 минут. Температура у нас в духовке 180 градусов. Вот такое получилось блюдо. Посмотрите. Прям королевское. Вид у него, конечно, замечательный. Сейчас будем пробовать. И тогда определим, какое оно на вкус. Конечно, выглядит это блюдо потрясающе. Сейчас мы посмотрим, как у нас выглядит блюдо наше внутри. И какое оно на вкус получилось. Вкус необыкновенный. Рыба с картофелем, со шпинатом. Шпинат придаёт такой своеобразный привкус. И как дополняет рыбу с картофелем. И жареные овощи чувствуются вкусом. В общем-то, как-то все вкусы, вместе они переплетаются и дополняют друг друга. И создаётся необыкновенный вкус этого блюда. Я буду надеяться, что это блюдо также станет праздничным и в других семьях. Голосуйте за Лидию. Поддержите её. Блюдо очень вкусное, необычное, свежее, с новым вкусом. Не забывайте голосовать и делиться со своими друзьями. Всего доброго и до новых встреч!